В наше время все реже можно лицезреть противостояния по типу Зулузиньо Баттербин или Кит Хэкни Эммануэль Ярборро. А если подобное и происходит, то где-то на периферии и остается без внимания для широкого круга болельщиков и фанатов. В этом видео я хотел бы вспомнить время расцвета подобных нестандартных боев, которые называли фриковыми, и предлагаю вам свою подборку из самых зрелищных и интересных поединков, которые закончились досрочно. Первым в очереди стоит серьезный замес двух серьезных ребят на турнире УДЖАПАН 96. Кима Леопольдо, который может было не самым легендарным бойцом 90-х, но именно Кима сумел как следует потрепать главного душителя и чемпиона первых турниров UFC Хойса Грейси, дав ему очень тяжелый бой. Этим вечером соперником Кима стал рестлер, но рестлер с очень большими яйцами. Бам-бам Биггиллоу, которого вы могли видеть в фильме «Майор Пэйн», решил попробовать свои силы в ММА. При этом ему обещали вознаграждение в 100 тысяч долларов, а за такие деньги он был готов к жаркой ночке. На лысой голове Биггиллоу красовалась тату пламени, и это было очень символично, так как через 4 года после этого боя он вынес троих соседских детей из горящего дома, получив при этом ожоги 40% тела. Так что по сравнению с этим подвигом бой с Кима смотрелся как прогулка по парку. Кима моментально прошел в ноги, провел тейкдаун и занял убийственную для Биггиллоу позицию, после чего пошел крушайший гранд энд паунд. Бам-бам попытался встать на ноги и отдал спину, чем си секундно воспользовался Кима и предушил рестлера, затратив на этот бой чуть более 2 минут. Невзирая на печальный результат для Биггиллоу, он после боя заявил, что за такую сумму он с радостью согласится снова быть избитым, но больше не выступал. А в 2007 году 45-летний Скотт Биггиллоу был найден в своей квартире мертвым. Причиной смерти послужила серьезная передозировка наркотиками. Следующий бой – это непримиримое соперничество двух непобедимых кланов. Клан бодибилдеров решил склеснуться с кланом стриптизеров и выяснить, кто же будет на вершине польского ММА. Они выставили на бой своих лучших представителей. Билдеров представлял литовец Роберт Бурнейко, участник Мистер Олимпия и чемпион различных соревнований по бодибилдингу. А клан стриптизеров представлял Давид Аздоба, который в определенных кругах имел псевдоним Сёрфер. При этом стриптизеры были настолько уверены в Давиде, что согласились на бой, невзирая на разницу в 60 килограмм. Тактика стриптизеров читалась с первых минут. Они решили взять билдера из Мором и надеялись, что его физухи хватит всего на пару минут. И после лобового столкновения стриптиз план сработал. При этом сам Аздобе смотрелся даже опаснее в этой смертельной дуэли и неплохо попадал на отходе. Второй раунд и рефери надоело смотреть эту беготню в клетке и он показал Давиду горчичник за нежелание получить в табло. А после этого начался хаос и полный трешак. В третьем раунде у рефери сдали нервы и он остановил эту кровавую войну, показав Давиду Аздобе вторую желтую, а затем и красную, тем самым дисквалифицировав представителя клана стриптизеров. Этот бой получился таким, что захотелось стереть себе память и посмотреть его еще раз. И победу в этой войне одержал Роберт Бурнейко. Но я думаю, каждый стриптизер в этот вечер был горд за своего коллегу. 2008 год. К1 Динамит. И нашему взору представляется супер поединок Боба Сапа и Акихито Танаки. Борец-вольник Танака появился в образе персонажа аниме Киннику Монтаро. И этому герою, чтобы применить свою супер силу, необходимо было разозлиться. Так что зрители ждали начала этого поединка, чтобы посмотреть на преображение этого бюджетного Халка, который, к слову, проводил всего первый бой в ММА. Что касаемо Боба Сапа, то он отлично вписывался в роль супер злодея. Ведь только злодей может проиграть 14 раз подряд, расстраивая своих преданных фанатов. Начало встречи Танака переводит Боба вниз и накидывает ему по кабине, что очень не нравится Сапу, и похоже он начинает обретать супер силу, которая помогает ему встать на ноги. Японец легче Сапа раза в три, но он снова переводит зверя вниз и продолжает его мучить из бокового контроля. В середине раунда Боб все-таки воспользовался своим преимуществом в силе и мощи и выбрался из-под Танаки, после чего зажал его у канатов и финишировал этого мстителя, при этом полностью сломав шаблон, в котором добро всегда побеждает зло. 26 апреля, 96 год, организация шутов и поединок, который смело можно окрестить как встреча Давида и Голиафа. Ныне покойный сумоист, 400-килограммовый Эммануэль Ярборро, вошедший в книгу рекордов Гиннесса как самый крупный спортсмен, должен был выйти на свой второй бой против бойца из Бушидо, Тацуо Накану. При этом первое появление сумоиста в клетке UFC закончилось жесточайшим избиением от Кита Хэкни, впоследствии получившим прозвище «убийца великанов». Так что главной интригой было то, как Тацуо сможет справиться с таким массивным оппонентом и повторит ли он подвиг Хэкни. Начало встречи, и японец сразу оказывается в очень непростом положении, зажатый великаном в углу ринга. Поединок продолжался чуть более минуты. Эммануэль применил не имеющий аналогов удушающий или убивающий прием. Он просто лег телом на голову японцу, который смекнул, что в этой ситуации ему не выжить, и постучал. А мораль здесь такова. Если вам когда-то покажется, что вы находитесь в безвыходной ситуации, вспомните японца, дела которого были куда хуже, когда ему на голову лег 400-килограммовый атлет с плохими намерениями. 2006 год, К1 Динамит и Час Пик снова в деле. Поединок шоумена из Нигерии Бобби Алагуна и великана Хон Манчоя. Бобби был очень известной и медийной личностью, как у себя на родине, так и в Японии. Он был везде, где был хайп, так вышло и с боевыми единоборствами. Однажды он увидел поединок Боба Сапа и также захотел попробовать себя в боях. Занимался какое-то время дзюдой и кикбоксингом, а затем провел неофициальный поединок против самого Хойса Грейси и заставил бразильца потрудиться, при этом Алагун умудрился рассечь ему лоб. Затем выиграл два боя решением и решил проверить себя с Чоэм, который не был намерен шутить и заявил, что если Бобби выйдет на этот бой, то непременно в этот же вечер увидит больничную комнату изнутри. А перед самим поединком Кореец вел себя как старшеклассник на утреннике у первоклашек. Начало встречи и Бобби влетает в Чоэ в стиле Криса Такера, но тут же ситуация становится максимально опасной для его здоровья. Чой начинает опускать на его голову ядерные боеголовки на зависть Дэну Хендерсону и финиширует Алагуна всего за 16 секунд. И снова К1 Динамит, поединок легенды ММА и настоящего пионера Хойса Грейси, который на первых турнирах UFC душил и крушил всех без разбору, но затем на 5 лет ушел в тень и не участвовал в боях. По возвращению в бою с Сакурабой Коса нашла свой камень и в полуторачасовом бою Хойса Грейси не смог переиграть японца. Так что аура неуловимого Грейси была развеяна и он покинул Прайд, оказавшись в нашем топе, когда вышел на бой против сумоиста Акибону, вес которого превышал 220 килограмм. Чат Роун именно так звали гавайского парня, до того как он получил японское гражданство и сменил имя на Акибону Тару. При этом являлся первым иностранцем, ставший Якадзуно. Это самый высший ранг в сумо. Первая минута и Акибону попадает в смертельно опасную зону, но очень быстро встает на ноги. Подсечка от Грейси и гавайский японец снова на территории врага. Недолгая возня в партере и вот, нога Хойса уже закинута на плечо сумоиста и амоплата в исполнении легенды. Гигант повержен, джиу-джитсу во всей красе от Хойса Грейси, как в старые добрые времена. Его команда празднует победу, при этом каждый хочет прикоснуться к чемпиону, как к талисману, который снимает порчу из глаз. И напоследок тот самый поединок, в котором Дон Фрай и Ишихиро Такаяма сообразили на двоих. Возможно, он не совсем подходит под понятие фриковый, но то, что там произошло, точно можно назвать особенным событием. Рубилова, после которого Дон Фрай очень долго отходил и не мог выиграть следующие пять поединков, при том, что к этой встрече он подходил с рекордом 14-1 и только Марк Колман знал противоядие от этого усатого универсального солдата. Что же касаемо Такаямы, то это борец, бывший игрок в американский футбол, спасатель и актер, который также участвовал в рестлинге. В ММА его дела шли неважно, и до месорубки с Фраем он проиграл оба свои боя. Просто убийственный стердаун, и бойцы посылают друг другу мысленные сообщения о кончине. Начало просто искрометное, и зубы бойцов уже готовы к посеву на ринге. Бросок от Такаямы, колено в голову, и Фрай, выплевывая капу, устраивает вторую серию этого яростного замеса. Рефери останавливает встречу, возвращает капу на место и уводит японца на проверку к врачам. Врачи, осмотрев японца, дают добро, и мясо продолжается, а зрители ревут в экстазе, предвкушая продолжение кровавого банкета. Этот неудачный тейкдаун был фатальным для японца, так как Дон, оказавшись в маунте, не стал выпускать жертву из объятий, и завершил встречу техническим нокаутом в этом историческом столкновении. На сегодня это все, друзья, ставьте лайк, если вам понравилось мое видео, и подписывайтесь на канал в ожидании следующих обзоров. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok